всем привет ребята с вами канал sober vision как я обещал в конце месяца будем выпускать муравьиные новости хотя в связи с незначительными изменениями в муравьи на мире за месяц отсутствием времени эта рубрика будет выходить раз в квартал не хочу сводить ее к повторению у муравьев все хорошо и так на каждой колонии за этот месяц были как хорошие новости так и не очень самая главная и отличная новость канал набрал 10 тысяч подписчиков всем спасибо за доверие будем продолжать в том же духе так тут у меня написано я вам должен рассказать о старте нового конкурса но этого я делать не буду в этом конкурсе на репосты слишком много формикариев и муравьев если как обычно будет несколько тысяч репостов то и шансы на выигрыш уменьшатся поэтому молчу и про старт конкурса в группе вк не говорю переходим к новостям погнали начнем с очень хороших новостей и это конечно появление личинок у винаторов как же долго я и ждал хороших два месяца они не появлялись и причина была установлена а именно недостаточное увлажнение формикария я боялся переувлажнить и получить рай для клещей поэтому увлажнял по 3 миллилитра раз в неделю но такого количества влаги было мало это заметно по яйцам на них были видны вмятины это наглядный сигнал недостаточной влажности теперь я заливаю 5-6 миллилитров раз в неделю лить вазию надо аккуратно дожидаясь впитывания в гипс воды в угоду жилого пространства камеры для увлажнения не очень большими у винаторов личинки растут достаточно быстро и мамаши уже начали забрасывать их субстратом явный признак того что скоро появятся коконы в общем ждем появления коконов жнецы как всегда уверенно размножаются и отлично питаются больших туркменов побеждают на ура колония заметно прибавила в численности за летний период у этих муравьев все идет своим чередом все стабильно и хорошо они стали намного агрессивней и при открытии верхней крышки активно пытаются вылезти наружу альбаспарсусы также развиваются отлично никаких проблем с ними нет в основном кормлю их сиропом и пару раз в неделю белком виде различных насекомых они в основном расплод держат на втором этаже а для трапезы выбирают первый этаж если вы помните в прошлом месяце у бегунков были только личинки сейчас же у них целая куча коконов причем это уже вторая партия из первой появились рабочие если так пойдет дальше то до своей первой зимовки они заполнят первый модуль муравьи уже гораздо активнее и смелее на арене постоянно находятся фуражеры скороходы вполне справляются с туркменскими тараканами среднего размера после охоты тащат добычу себе в гнездо и там поедают всей семьей как по мне так это неприхотливый и интересный вид у желтых малышей ничего особого не происходит яйца присутствуют личинки тоже однако у коконов есть особенность они без верхней закрытой оболочки но вроде это нормально для лазиусов поэтому тут волноваться не стоит такое бывает муравьи по-прежнему совершают вылазки только по ночам а днем в основном находятся в воде и занимаются домашним хозяйством у ароматных муравьев по-прежнему все плохо муравьи погибают новые не появляются если раньше хоть яйца были то сейчас яиц нет зато я узнал где находится пахучая железа у этих компонатусов а именно в голове именно при надавливании на голову погибших муравьев появляется этот удивительный запах ну а вообще лучше бы этого и не знать взамен на нормальное развитие этой колонии диакаммы забили уже почти все камеры большая часть фуражеров находится постоянно на арене как всегда продолжаются появляться самцы хотя и это стало циклично то есть появляется около 20 самцов и недельку тихо спокойно потом после гибели всех через несколько дней опять новая партия эта семейка за день съедает двух а то и трех больших туркменских тараканов это не считая фруктов и сиропа которые периодически идут в ход огненные уже вовсю освоились на новом месте да так освоились что начали активно грызть антипобег приходится обновлять его раз в пять дней если это не делать то на шестой день можно увидеть вот такую картину муравьи облепляют всю верхнюю крышку и проблематично потом становится ее открывать вообще я настолько герметично заделал арены что когда я увлажняю землю антипобег от большой влажности намокает и перестает действовать муравьи начинают спокойно бегать по верхней крышке поэтому пришлось в срочном порядке делать вентиляцию принт по-прежнему не полинял если он неплохо ну что еще сказать ночной он житель днем его не видно не слышно ну а наши новички пробковые муравьи ждут заселения надеюсь на следующей неделе я займусь этим делом ведь формик уже готов и ждет своих жителей это все новости на этой неделе перспективе на канале появится еще две новые колонии они сейчас проходят стадию заселения но это пока вся информация про новичков всегда должно быть место для сюрприза всем спасибо за просмотр не забывайте подписаться на канал поставить палец вверх и всем до новых встреч ребята всем пока пока а